МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я думаю, что сами бездомные питомцы, мне кажется, большинство из нас с ними не сталкивается в ежедневном режиме, зато каждый день мы практически видим нормальных, обычных хозяев животных, кошек, собак, которые своих питомцев выгуливают на улице, собаки справляют там естественные свои потребности, и это вызывает, ну, просто шквал недовольства горожан. Мы регулярно видим эти сообщения в социальных сетях, жалуются, ну, как их принято называть, на собачников, собачники там пытаются как-то контраргументы свои приводить и так далее. И мы вот во вторник договорились с нашими гостями продолжить эту тему и сегодня еще раз так вот закрепить, уяснить, а может быть, даже вспомнить основные правила содержания питомцев, их выгула, обращения с ними, повторения мать-учения, что называется. Представляем наших гостей. Сергей Чучалин у нас в гостях, начальник управления ветеринарией Кировской области. Сергей Федорович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Татьяна Виноградова, заместитель начальника отдела надзора в сфере обращения с животными управления ветеринарией. Татьяна Александровна. Добрый день. И Алексей Шулятьев, главный специалист отдела благоустройства администрации города. Алексей Владимирович. Добрый день. Давайте времени у нас не так много. Начну вот прям с конкретного вопроса. Каждый день, каждый будний день с утра я увожу своего младшего сына в детский сад. Детский сад находится, как и многие эти учреждения, во дворе многоквартирных домов. И так получилось, что непосредственно к детскому саду прилегает площадка. Она зелененная, деревья там растут, которые владельцы собак традиционно используют для выгула. Она не регламентированная, она не входит в список, который у нас уже есть в областном центре этих официальных площадок для выгула. Буквально вот каждое утро я наблюдаю, как вот те самые естественные потребности собаки здесь вот вблизи непосредственно от детского сада справляют. Что нарушают в таком случае? И нарушают ли? Алексей Владимирович, давайте с вас начнем. Как с представителя отдела благоустройства администрации нашего города. В соответствии с 498 ФЗ, который у нас регламентирует данную деятельность, места у нас определены. Есть обязанность, возложена на муниципалитет, определить места для выгула. Места у нас определены нашим постановлением, но тем не менее закон не указывает четко, что только там возможен выгул. Но при этом мы не забываем, что этим же законом на владельцев собак возлагается обязанность по уборке продуктов жизнедеятельности за своим животным. И эта обязанность, она возложена. То есть в данном случае мы понимаем, что собачка может не добежать до того места, которое определено. И вот получилось, что она где-то присела, то владелец обязан это собачкой убрать и выкинуть в урну так, чтобы этот продукт жизнедеятельности не оставался. Обязанность эта имеется, она возложена. А есть ли какая-то ответственность за несоблюдение этих обязанностей? Вот у нас в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации пока такой статьи нету. Она отсутствует. Но опять же по информации, неофициально, насколько мы созванивались, выясняли, что сейчас эту статью пытаются ввести до полутора тысяч рублей штрафа, будет возлагаться на владельца животного за нарушение правил содержания животного. Это наш региональный закон или федеральный? Федеральный закон. В связи с тем, что 498 закон это федеральный закон, вводить местные ограничения в Кодекс об административных правонарушений, мы пока не имеем права. А вообще на федеральном уровне эти разговоры когда-то велись, если да, то в чем проволочки? То есть норма вроде бы как есть, людей обязывают, но никакой ответственности за это не предусмотрено. То есть есть какие-то противоречия, если есть, в чем они, возможно, слышали от коллег или где-то сталкивались, я не знаю, на уровнях повыше с этим? Здесь вот, к сожалению, я не могу комментировать, потому что, ну, это не мой уровень. Опять же, насколько я знаю, проблема существует, если у нас сейчас есть предложение, и законодательная инициатива рассматривается о внесении в Кодекс об административных правонарушений данной статьи. Значит, этот вопрос озвучен, он в курсе, он прорабатывается, но по какой причине он до сих пор не был введен, вот это я не могу комментировать. Ну, как-то мы сейчас сразу начали, сразу дали повод для безответственного отношения к владельцам собак. Раз ответственности нет, значит, я могу вот как угодно себя вести. И все-таки, Татьяна Александровна, ваш взгляд, да, на эту проблему, я понимаю, что тут взаимодействие очень с городом важно, когда нужно действительно находить вот цивилизованные способы, когда владельцы собак могли бы нормально, в удобном для них порядке ликвидировать эти продукты жизнедеятельности. Позиция управления ветеринарией в чем заключается в этом вопросе? Да, действительно, у нас федеральный закон обязывает владельцев животных осуществлять уборку продуктов жизнедеятельности при выгуле своих животных, ну, независимо от места образования этих продуктов жизнедеятельности. То есть, бывает ведь такая ситуация, когда собачка, к сожалению, долго-долго сидела дома, и это может остаться в подъезде, например, да, и так далее. Питомец пожилой уже, да, не совсем здоровый, тут разные ситуации. Различные причины могут быть, поэтому владельец однозначно обязан осуществить уборку продуктов жизнедеятельности сразу же после их образования, да, и это его непрямая обязанность. То, что касается ответственности, закон об ответственном обращении с животными, который говорил Аксида, 498-й, он ведь у нас вступил в полную силу всего лишь только два года назад, то есть в начале 2020 года. Конечно, законодатель изложил основные требования в этом законе, и для того, чтобы ввести ответственность, все равно необходимо посмотреть вообще, как закон работает. Изначально уже в 2020 году ходили, значит, не ходили, а предлагали нам, регионам, изложить видение об внесении ответственности на федеральном уровне. И действительно сейчас у нас в Государственной Думе уже прошло первое чтение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части, значит, возложения ответственности на владельцев, которые не соблюдают требования данного закона. Но в то же время и у нас в этом законе сейчас прописана возможность региональных властей, да, на своем уровне принять дополнительное требование, которое бы содержали, значит, более конкретные нормы для владельцев животных. И, соответственно, если мы вносим наше региональное требование, на региональном уровне мы также вправе установить ответственность за неисполнение. Поэтому вот в данном случае мы будем смотреть, на каком уровне будет внесена ответственность за неисполнение владельцами требований по уборке продуктов жизнедеятельности животных при их выгуле. Ну, возможно, это отдельный пункт в Кодексе об административных правонарушениях в Кировской области. Существует у нас такой, да? Да, 200-й закон об административной ответственности в Кировской области. Но, конечно, мы считаем, что до принятия, да, пока вот мы будем говорить, там, если это будет до конца этого года, изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации будут внесены, то есть это было два года у владельцев привыкнуть к этим требованиям. И если у нас поступали именно жалобы от горожан на вопиющее нарушение, да, то есть бывает там систематически кто-то считает возможным оставлять продукты жизнедеятельности, либо нарушать иные требования к выгулу животных. И мы проводили именно профилактические мероприятия, то есть разъясняли, направляли адресно этим гражданам письма, приглашали их на консультирование в управление ветеринарии к инспекторам для того, чтобы они могли задать многочисленные вопросы, если их интересует, что конкретно, как, что это нужно сделать. Вообще, какие еще требования при содержании домашнего животного необходимо осуществлять их владельцам. Вот, поэтому я думаю, что сейчас, даже если гражданин все-таки, несмотря на все проводимые мероприятия, не исполняет требования, он не должен быть в обиде, что, извините, мы два года вас предупреждали, вам разъясняли, ну, не понимает человек, придется, значит, включать кнут, как мы говорим о неприятниках. То, о чем мы говорили, да, до начала эфира, что, возможно, прежде чем начинать штрафовать людей, привлекать их к ответственности, следует создать условия для того, чтобы люди убирали за своими питомцами, то есть это размещение, ну, больше урн, не знаю, там, переложить это на управляющие компании, если это где-то во дворе, да, на какой-то придомовой территории, то есть тут какие в этом направлении шаги можно предпринять? Алексей Владимирович, поддержите нашу беседу, да, в плане создания инфраструктуры, так называемой, да, для владельцев животных, что может быть сделано, существует ли какое-то видение, в направлении которого мы должны двигаться, есть ли уже, возможно, какие-то примеры? Да, значит, у нас есть постановление администрации, в котором мы закрепили места для выгула животных, но, опять же, мы с вами понимаем, что места для выгула животных, они не ограничены, вот прямо вот эти 19, и все, точка, больше нигде нельзя, то есть, опять же, мы понимаем... 19 или 22? В августе новость на этот счет была, там как раз-таки 22 места упоминались, и правильно... 19 у нас мест определено, которое для выгула собак, и плюс еще есть у нас 3 уже существующие площадки, а не плюсом к этим местам. Понятно, тут, в общем, общая масса такая, да. Да, 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 да. Ну и мы понимаем, что место для выгула животных – это не площадка, то есть, это не оборудованное место, это просто место, где можно с собачкой побегать, то есть, с точки зрения телоуправления, мы просили информацию о том, чтобы нам предоставили те места, которые, ну, достаточно удалены, и, то есть, там, где есть возможность собачку спустить с поводка, а собачки есть маленькие, есть большие, поэтому, мы понимаем, они потенциально представляют некую угрозу. Собаки разные бывают, собачка чего-то испугалась, громкого звука, еще что-то, мы не знаем, как она среагивает. Поэтому места пытались определять достаточно, ну, не то, что определенно удаленные, опять же, мы понимаем, что до него придется далеко добираться, но достаточно безопасный для выгула, вот так бы назвать. То есть, вдалеке, в первую очередь, от людских потоков, да? Да. Вот два городских парка не выглядят, как места, далекие от людей. Ну, видимо, это какие-то закуточки в этих парках выбранные. Здесь мы понимаем, Кочуровский парк, там уже существующая площадка, там есть существующая площадка, и поэтому... Огороженная. Да. Вот она огороженная, там как раз это, да. Вот это полноценная площадка. И, опять же, мы понимаем, что в рамках федерального, у нас ФКГС, наш так называемый, да, у нас все парки, которые там запланированы к благоустройству, во всех парках будут эти площадки, они у нас запроектированы. В проектах они есть. Это Гагаринский парк, там обязательно будет. Это Кочуровский парк, это парк Иммуникирово. То есть, какие-то огороженные места. Как она будет выглядеть? Это площадка, огороженная площадка. Огороженная. То есть, до двух метров ограждения, так, чтобы собака не могла выскочить. Причем там, соответственно, требования, которые сейчас вот есть, они существуют, оно должно быть немножко заглублено, чтобы собака не смогла там подкопать его. Проговариваться обязательно в условии покрытия такое, чтобы оно было, покрытие позволяло убирать продукты жизнедеятельности за ними. То есть, это в основном песчано-гравийное, либо песчаное покрытие. То есть, то, что место это для выгула, не значит, что убирать-то за собакой за своей не надо? Нет. 498-й подразумевает, что ты должен убирать. То есть, в данном случае подразумеваем, как вот есть площадочка. А то люди могут воспринимать это как туалет для собаки. Нет, нет, нет. 498-й закон у нас четко говорит, что обязанность за уборки жизнедеятельности лежит на владельце. Все, точка. Это четко правильно. Вне зависимости от того, где собачка у нас вот свои правила на дно. А дополнительно обустроены будут и вот эти места в том числе? В планах есть такое, да. Мы понимаем, что место это все-таки, оно ничем не огрожено. И поэтому собачка что-то испугалась, убежала. То есть, ее иди лови где-то. Поэтому в планах все равно рано или поздно это будем доводить, как говорится, ну вот до завершенного понимания, что это должны быть площадки. Мы понимаем это. Ну и мы тоже понимаем, что прокуратура требовала в первую очередь определить, собственно, да, список вот этих мест. То есть сам факт, чтобы вот был вынесен на бумагу, да, четкое закрепление этих самых мест. А уже вопросы об устройстве. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это как можно быстрее произошло. У нас есть какое-то сообщество любителей собак, которые требуют, не знаю, звонят, приходят в администрацию, просят, ну когда вы нам сделаете эту уже площадку официальную? Насколько отдаленная, да, эта перспектива? Мы говорим там год-два или ближайшие, понимаем, что 5-10 лет мы не увидим каких-то супер огороженных площадок. Ну вот сейчас у нас вот три площадки вот и существуют. Мы понимаем, что три площадки для трех районов города, это капли в море. Поэтому еще вот у нас запроектированы вот Гагаринский и Паркирово. Это то, что уже запроектировано. Все остальное будет рассматриваться, ну, в бюджете будем планировать такие мероприятия. Но мы понимаем, опять же, что площадку мало сделать, ее надо потом брать на содержание, на обслуживание, это тоже финансирование. Полноценную, правильно, хорошо, красиво сделанную площадку с учетом, мы понимаем, что площадка для выголов подразумевает и все-таки некое наличие, как сказать там правильно, элементов для дрессировки. То есть это бревна и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то сооружения? Да, сооружения для того, чтобы собачке можно было здесь поиграть. То есть это, опять же, тоже все необходимо будет запроектировать. Ну, мы понимаем, это недешевое удовольствие, поэтому город планирует, но конкретные сроки, к сожалению, назвать пока не имеет возможности. Кстати говоря, вот даже сами жители микрорайонов, особенно новых микрорайонов, насколько я знаю, например, в Пермайском районе, как раз Вячеславу Николаевичу как-то обсуждали, они выходят с инициативой разрешить им использование того или иного участка, и активные граждане, которые являются владельцами животных, иногда за свой счет благоустраивают небольшие такие участки. Ну, вот это, кстати, вообще был бы, на мой взгляд, идеальный вариант, вот ты, Вов, как перед эфиром, да, отмечал, что, по твоим ощущениям, питомцев люди заводят все чаще и чаще, да, все больше. Поэтому, если действительно в каких-то новых районах есть возможность выделять участки, есть вообще в новых районах возможность выделять участки людям, кто готов свои средства вложить в обустройство таких площадок? Конечно, у нас законным, ну, даже незаконным, у нас гостами плюс-минус где-то определено, что площадка может быть там не ближе, чем 15 метров до дома, да, и 40 метров там не ближе, чем до соцучреждений. Детские площадки, здравоохранение, еще что-то, то есть вот до соцучреждений. Ну, в условиях новых застроек такие места можно найти и оборудовать. Конечно, это же вопрос планировки территории, просто, да, распределение, где что будет. Ну, и мы понимаем, вот, например, у нас Нововятский елкий парк, да, то есть вот они площадку, застройщик, площадку для выгла собака, они там запроектировали, они ее сделали, метропарк, пожалуйста, вот новая площадка, она тоже там за Старославянской улицей, там за домом, туда немножко вынесена, она не внутри добровой территории, немножко там рядышком. В Озерках, по-моему, да, как раз сами граждане вышли. А администрация может дать какой-то клич, сказать, да, что горожане, вот в таких-то, в таких-то районах есть земли, если вы соберете в районах своих активы, мы готовы эту землю выделить, если вы готовы ее за свой счет благоустроить. Ну, я думаю... Я думаю, многие люди просто задумываются о том, что можно получить кусок муниципальной земли. Здесь надо понимать, что это вопрос действительно обсуждаемый, то есть мы только за, если у нас появится инициативная группа, которая захочет сама благоустроить, мы только за руками и ногами, потому что мы понимаем, что это нужно, это надо. И если люди готовы на это прийти, сами там что-то тихонечко благоустроить, сами сделать, ну, опять же, мы понимаем, что в любом случае необходимо оставить некий факт за нами, опять же, контроля, потому что сделать-то можно что угодно, сделали бордюрчик полметровый, и он никого не оградит, тут же будут бегать дети, полметровый заборчик, он не даст условий безопасности окружающим. А если мы делаем внутридворовые территории, мы понимаем, что это все равно будет, площадка будет небольшая, и она будет вся вот тут вот перед глазами. Тут же будет детская, тут же будет спортивная площадка, все-таки элементы некой контроля должны оставаться, требования необходимо соблюдать. Если граждане готовы, мы только за, пойдем навстречу. Сергей Федорович, вы как руководитель управления ветеринарии, на ваш взгляд, в каком мы направлении должны двигаться в этом отношении, чтобы, собственно, и владельцам собак было комфортно жить и радоваться своим питомцам и тем людям, у которых животное отсутствует? Есть какие-то, возможно, уже положительные практики, положительные примеры? Есть, конечно, положительные практики, не только, так сказать, за пределами нашего региона. Мы ежедневно видим примеры такого добросовестного отношения к уходу за своими животными, когда на наших глазах все продукты жизнедеятельности, которые образуются, частью владельцами убираются, вот другие же не убирают. Я хотел бы сказать о том, что все мы хотим жить в чистом, благоустроенном городе, чтобы наши дети делали первые шаги на газонах или на придомовых территориях, там, где чисто. Сегодня немало говорили мы по этому поводу, но не сказали еще о том, что все-таки животные, собаки, рассматривая, собаки и кошки, это живые организмы, которые тоже болеют, и немало болезней общих для человека и животных. Вот те продукты жизнедеятельности, которые оставляют на газонах и на придомовых территориях, в подъездах, они могут содержать возбудителей заразных заболеваний. Это очень важная тема, поскольку болезни общие для человека и животных, это и вирусные, и бактериальные болезни, и это и гельминтозы, которые, по сути, если оставлять все так, как есть, мы придем к тому, что жители нашего города будут заражены перечнем заразных болезней. Я думаю, что у ветеринаров множество конкретных примеров имеется, когда начинают выяснять, из-за чего заболел ребенок или взрослый, и вот выясняется, что вот, пожалуйста, питомец. Да, и много вирусных болезней разных, эллиптоспироз, бруцеллез болеют собаки, и человек болеет различными гельминтозами, паразитами мы говорим, да, обычным языком гельминтами. Поэтому мне хотелось бы сказать и обратиться ко всем жителям и областного центра, и жителям области с призывом «Давайте начнем с себя». Вот вопрос, он очень социально важный. И, конечно, каждому владельцу собаки, тем более на выгуле, контролера не поставишь. Вот начни с себя. Поэтому, конечно, здесь работа проводится совместно с администрациями и муниципальных образований, городских округов, муниципальных округов, и она будет продолжена, проводится работа на площадке правительства в области законодательного собрания. И, конечно, часть общества, та, которая все это видит, не являясь владельцами животных, конечно, она хочет, это половина общества, чтобы этот порядок был в кратчайшие сроки наведен. И мы в этом направлении работаем. Та часть общества, являясь владельцами животных, должны понимать, что это все-таки общество, цивилизованное общество. И мы должны жить все вместе, понимая друг друга и не доставляя проблем друг другу. Наша основная задача – обеспечить комфортное, безопасное проживание человека на нашей территории. Совместная наша задача. Ну, вы затронули сейчас, да, конечно, очень важную тему. Тут еще и вопрос и общественного отношения к этой проблеме. Вот, по-моему, весной этого года мы в программе «Народное мнение» проводили опрос на тему «Вот как раз весна, да, это же все вытаивает, все эти продукты жизнедеятельности». И вы знаете, мнения горожан разделились примерно 50 на 50. Кого-то это беспокоит, кого-то не беспокоит. Вот кто-то проходит мимо и не обращает на это внимания. И мне там интересно еще... Мне кажется, люди не обращают на это внимания до первого наступания. Пока ты в эту мину не попал, да, что называется. Мне еще интересная позиция показалась у некоторых владельцев собак. Вот они в открытую стесняются, собственно, со своей собакой делать это, да. Они куда-то уходят, в закуточек куда-то, чтобы их никто не видел. Ну, такие забавные, конечно, соображения. Но в целом, в целом люди не считают это большой проблемой, как мне показалось, в городе. Хотя, вот учитывая то, что вы сказали, и с какими серьезными последствиями все это может обернуться, эта проблема очень-очень важная, очень острая. Ну и, конечно, немаловажная, считаем, задача воспитания подрастающего поколения, поскольку и животные, которые приобретаются в семье, да, часто бывают по похотению, так сказать, по желанию детей. Как игрушку, как вещь, да. Которые родители идут, бывают и на поводу, не осознавая, опять же, да, последствия. Это животные, живые организмы, за которыми нужен большой уход и ветеринарный, и в плане содержания животных. И мы проводим открытые уроки в школах. Вообще, считаем, это одно из основных направлений нашей деятельности, вот в плане гуманного ответственного обращения за животными, поскольку гуманное отношение закладывается в детском возрасте. И вот мы видим такую реакцию детей, что практически у каждого есть животное, разные, там, от рыбки, и сейчас декоративные муравьи и так далее. До собак больших пород. Да, разные виды животных и птицы есть. И требования по уходу, по содержанию, вот дети не знают. И опять же, дети, они очень восприимчивы к правильному, да, вот как должно-то быть. И зачастую дети-то осознают и понимают, а что у нас в семье-то не так делается, да. То есть собаку выгуливают, если родители, да, не убирают, то и дети-то ведь говорят родителям, папа, мама, да, а надо за собакой-то убирать. Ну это как с переходом дороги в неположенном месте, раз взрослый пошел, да. Совершенно верно. То и ребенок пойдет тоже в неположенном месте. Вот поэтому разные возрастные группы, вот над которыми мы работаем, как говорится в Шталцовске... Может быть дети начнут взрослых учить, приходить домой. Да, дорогу осилит идущий. Поэтому ни дня без направления вот нашей деятельности не остается вот профилактической работы. И мы уверены, что только совместно, да, вот с обществом мы наведем порядок и будем жить в красивом, благоустроенном городе, где будут жить здоровые граждане. На этом завершается первая часть нашей программы. Давай еще раз даже напомним, кто у нас в гостях. Сергей Чучалин, начальник управления ветеринарией Кировской области. Татьяна Виноградова, заместитель начальника отдела надзора в сфере обращения с животными управления ветеринарией. И Алексей Шульятев, главный специалист отдела благоустройства администрации города. Добрый день. Сергей Чучалин, начальник управления ветеринарией Кировской области. У нас в гостях Татьяна Виноградова, замначальника отдела надзора в сфере обращения с животными управления ветеринарией. И Алексей Шульятев, главный специалист отдела благоустройства администрации Кирова. Напоминаю, что мы говорим о том, как нам совместно всем хорошо, дружно жить. И владельцам собак, кошек и прочих животных. И тем людям, у которых нет. Или пока еще они не приняли решение о том, чтобы завести питомца. На очереди у нас еще один важный вопрос. Да, кроме продуктов жизнедеятельности, есть еще поводки и намордники, которыми владельцы собак тоже очень часто пренебрегают. И очень много в сети разных издевательских видео появляется в отношении людей, кто просит надеть намордник на собаку, пусть она даже маленькая, взять какой-то с поводком ее вывести. То есть здесь в этом плане, с законодательной точки зрения, есть ли тоже у владельцев какие-то обязательства. Алексей Владимирович или Татьяна Александровна. Да, давайте я поясню, потому что действительно у нас 498-й федеральный закон, про который мы уже говорили, он обязывает владельцев осуществлять контроль при передвижении животного. Мы конкретизируем эту норму и вводим понятие выгула на поводке. То есть обязателен выгул собаки на поводке. Независимо от размеров животного, от породы и от иных каких-то свойств этого животного. Все мы понимаем, будь она добрая, не касается. И так называемые ручные породы, они тоже в отношении них действуют. В любом случае, хоть она и ручная порода собаки, хоть она маленькая, но хоть и маленькой собаки, у нее есть и маленькие зубки. И животное в любом случае, пусть оно будет трижды добрым по отношению к своим владельцам, все равно имеет свойство, может укусить. Поэтому однозначно на общих территориях, населенных пунктах мы говорим о том, чтобы животное находилось на поводке. К этому же также относятся места общего пользования, например, в подъезде многоквартирного дома. Не говоря уже о других местах, когда вы идете, допустим, по двору дома, пересекаете детскую площадку, на которой у нас вводится запрет выгула домашних животных. Поэтому животное должно быть уверенно контролироваться со стороны своего владельца. Есть особые породы собак, так скажем, которые у нас постановлением правительства Российской Федерации выведены перечень в особо опасные породы. То есть это 12 пород собак и их метисы. Все они перечислены в этом постановлении, которых, значит, вернее, этих собак необходимо, кроме поводка, выводить еще и в намордники. Эта обязанность, еще раз повторю, распространяется не на всех. И нет такого понятия сейчас, как бойцовская собака, а есть именно особо опасная порода собак. Так вот, эти животные могут находиться без поводка и намордника только на определенной частной территории, которая принадлежит, например, владельцу животного на каком-то своем праве. Например, загородный дом, да, огороженный. Да. Пусть она там. В любом случае мы говорим о содержании, о выгуле обычных животных, обычных собак и особо опасных, это при условии обязательного обеспечения безопасности окружающих граждан, их имущества и других животных. То есть, если вы знаете, что ваша собака агрессивно настроена по отношению к другим собакам, у нас и она не относится к особо опасным породам, вы можете по собственной инициативе надеть на собаку намордник плюсом к поводку. То есть, это мы возлагаем уже ответственность на владельцев. Мы закрепляем обязанность только наличия поводка, но опять же, при условии, если вы знаете своего питомца, да, кто у нас лучше владельца, знает своего домашнего любимца, то, пожалуйста, оградите себя от неприятностей и своего питомца. К сожалению, от нерадивых хозяев страдают, прежде всего, и их питомцы. И еще раз, к сожалению, скажу, что у нас уже есть, вот за этот период, как я говорила, 20-21, и вот уже почти 22-й год закончился, есть такие факты, когда из-за вот таких вот, я даже не знаю, как их называть, таких владельцев, которые, вот знаете, я не буду собаку на поводке водить, и все, вот вы, ты хоть что мне делай там, да. И были случаи, когда, к сожалению, граждане, которые страдали от такого животного, не воспитанного не по своей вине, а по причине того, что у него нерадивый хозяин, и животное могли отравить, могли причинить ему вред. Так вот, обращаясь к таким владельцам, мы напоминаем, что вы из-за своих эгоистических, мелочных каких-то вот желаний, да, ставите под угрозу жизни и здоровье своего домашнего любимца. Поэтому все-таки наличие поводка обязательно, наличие поводка и намордника только у 12 пород собак, определенных постановлением правительства. Я думаю, нетрудно найти в интернете список, да. Да, Российская Федерация в интернете, ну, либо по желанию, уже наличие намордника к поводку, по желанию владельца. Алексей Владимирович, в отделе благоустройства вы занимаетесь этой проблемой? Есть ли жалобы, да. Есть ли жалобы, да, есть ли жалобы, возможно? И вообще, как действовать в этом случае, когда человек видит, ну, очень большую собаку, да неважно, большую или маленькую, но вот которая свободно бегает без поводка и так далее. Потому что это все равно опасность, да, в отличие от каких-то продуктов неубранных жизнедеятельности. Там, насколько я помню, если сообщить об этом участковому, участковый заинтересуется. Да, то есть у нас, мы понимаем, что администрация города в данном случае у нас вот полномочия, мы не можем повлиять, мы в любом случае можем повлиять только посредством обращения в полицию. Но мы, опять же, понимаем, в момент, когда мы собачку эту увидели, до момента, чтобы его повоздействовать, как-то на владельца может пройти, ну, просто... Слишком большое время, попробуй докажи. И попробуй докажи потом, да. Ну, видео сейчас у всех, смартфоны, пожалуйста, досталось карманы, камеры на улице. Камеры на улице, это все хорошо, но у этого владельца потом ведь надо найти. Опять же, мы понимаем, что... Нет, а если, условно говоря, жалуются соседи, да, то есть... Да, то есть они знают хозяина и знают, что он... Постоянно выводит собаку, особенно вот если это какие-то опасные породы, да, внесенные в переченье, собаку постоянно выгуливают без поводка, без намордника, она пугает людей, она может бросаться, гавкать, да, ну, то есть в этой ситуации как действовать? В этой ситуации у нас жители уже привыкли, они обращаются действительно в полицию. Даже достаточно, в принципе, не найти участкового, а позвонить по службе, значит, по телефону экстренного вызова, вот, и полицейские отреагируют. Такие материалы потом направляются на рассмотрение в управление как раз ветеринарией, как орган надзора, который осуществляет, да, деятельность серии надзора за обращением с животными, то есть за содержанием, за выгулом, и мы уже принимаем меры воздействия именно к этим владельцам животных, которые допустили несоблюдение тех или иных требований. Часто к вам такие дела поступают? Ну, учитывая то количество, да, часто, правда, да, я думаю, это прям редко, очень мало. Я думаю, что достаточно насыщенная работа в этом отношении, да, идет. Сергей Федорович, да, у нас буквально полторы-две минуты остается, да. Ну, вот нужно сказать, что за 10 месяцев текущего года в управление для рассмотрения и принятия мер в рамках надзорных полномочий поступило 1446 материалов, содержащих признаки нарушения в области обращения с животными. Но это вся область? Это по всей области, да. При изучении поступивших материалов установлено 497 фактов покусов. Из них 140 покусов с несовершеннолетних детей. В 78% случаев владельцы животных, собаки, которых покусали, владельцы установлено. То есть собаки не бродячие, не бесхозные. Собаки именно, да, собаки именно владельцев. В связи с чем мы очень, так сказать, ждем и планируем обратиться в Государственную Думу по скорейшему принятию поправок в Кодекс об административной ответственности в Российской Федерации. Если статьи в проекте уже есть, который прошел первое чтение, они точечно определяют и отягчающие обстоятельства и так далее. Статьи довольно-таки ответственности, суммы штрафов, они очень серьезные. В общем, вы считаете, что без более жесткого, да, и конкретного наказания тут не обойтись? Все-таки нужно и таким способом воздействовать на владельцев. Нередко мы слышим от взрослого населения на тот вопрос, который задаем, зачем вы отпускаете собаку, нам отвечает, так ее же кормить надо. Поэтому владельцы не понимают вот той ответственности, которую они несут. Чтобы не спросить, кем кормить собаку они собираются? Ну вот найдет, якобы, питомец сам себе пропитание. Хочется продолжить беседу, но, увы, временные рамки нам не позволяют. Благодарим наших гостей. Сергей Чучалин, начальник управления ветеринарией Кировской области Татьяна Виноградова, зам. начальника отдела надзора в сфере обращения с животными управления, и Алексей Шулятьев, главный специалист отдела благоустройства администрации Кирова. К теме, безусловно, будем еще возвращаться. Всем удачи, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!